Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 июля, никогда так рано, не то что не заканчивалось лето, а никогда с такой скоростью не спели томаты, не было такого массового созревания и такого буйного плодоношения, как в этом году. Я уже говорила вам, что мы через день, вот с Катей, делаем массовые сборы, и сборы в огромных количествах, потому что томаты спеют, 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 как бешеные. И вот сегодня был опять массовый сбор. Вот глядя на эти лотки, вы понимаете, это сколько нужно времени, чтобы все сорта рассортировать по разным лоткам, подписать, собрать. Мне же еще их путать нельзя. И если одни поспели, пока с этими сейчас копаемся, другие уже тоже, уже бурые висят в стадии зрелости. Я не знаю, что нынче это за год такой, куда не посмотришь. Я вот сегодня вышла и не знаешь, какие в первую очередь собирать. Одни собрали, там другие уже, вон видите, кремовые сосиски, тоже новый вид висит, вот эти всякие черноплодные и синие. Тут уже пошли перцы. Вот эти перцы, про которые я говорила, что будут только подарочный вариант. Перцы на продажу я уже не выращиваю, несколько лет, два или три года. Вот собрала перец Рамира, перец Бигмама оранжевый, потом перец Венти, вот который скороспелый. Все это будет разослано в качестве подарка. Некоторые томаты поражают своими размерами. Вот этот, не помню точно, по-моему, Вифлеямский огонь. И много таких бекалоров, сейчас пройдусь, покажу вам, которые прям завораживающие. Вот тоже еще Венти. Вот этот какой-то синеплодный, очень красивый томат, по-моему, синий том. Еще не со всеми знакомо, я говорила, что я изучаю еще. Вот это опять странная вещь. Девушки наросла в Ольф Зосе прям кучами, кучами. А вот это вот вырос в этом году, наконец-то, дядя Степа, такой, каким он должен быть. В прошлом году он у меня вырос перцевидный, но с тупым концом. Потом дальше вот эти вот, еще продолжается Гаргамель, продолжается Большая Радуга. И, как всегда, продолжаются еще наши ранние скороспелые, вот эти и Золотое Руно, и Русские Колокола. Уже и поздние, почти все вызрели, а вот эти скороспелки, они все еще дают и дают урожай. Если сказать, что в этом году урожай хороший, это не сказать ничего. Но впервые столкнулась с проблемой, что когда вызревает все и сразу, очень сложно даже собрать. Вот даже собрать и перетаскать домой, вы понимаете, что такое количество лотков, еще половина по теплицам стоит. Но мы с Катей стараемся. И вот из-за того, что урожай, ну в прямом смысле, оглушительный, обрушился, я вот извинялась перед заказчиками, именно поэтому я и не успела делать каталог, потому что каталог, он, как это, бумага, это в печатном виде, он не прокиснет, не проквасится. А вот эти вот красавцы, они могут и прокиснуть, и прокваситься. И все понимают, что у меня сейчас на первом месте, это приготовить качественно семена. Все томаты, вы видите, что я их собираю, они все целенькие, все ровненькие. Я никогда не допускаю, чтобы они там как-то испортились, повисев длительное время на кустиках. А вот перец рамира и другие перцы, им наоборот, желательно немножко повисеть подольше. Видите, до какой степени я ждала, когда рамира. Зачем, вы думаете? Только для того, чтобы вызрели семена. Потому что у перца схожесть немножко пониже, чем у томатов. И к сбору семян перца нужно относиться более внимательно и собирать по другим принципам. Как собирать семена перца, я на днях расскажу. Сейчас я вот собрала первую партию перцев, которые будут подарочные. И буду, когда вытряхивать из них семена, я все вам расскажу. Я все никак не могу выбрать время, добраться до уральской теплицы, сделать обзор уральской теплицы. Здесь есть, что показать, есть, что посмотреть. Здесь томаты чувствуют себя лучше всего. Тут у них проветривание. Я, как уже говорила, здесь нет ни сгоревших, ничего. Здесь они идут очень-очень-очень высоко. Некоторые вот позднеспелые сорта еще не поспели. Но огромное количество сортов уже тоже надо оббирать. Несмотря на то, что я здесь высаживала в последнюю очередь. Сейчас с той стороны еще зайду. Здесь томатикам очень хорошо. Тут у них хорошая урожайность. Я вот нижние ярусы уже немножко освободила. Здесь, смотрите, здесь такой красивый вот этот вот синий сибирский тигр. Он прям кистями вот так вот висит или уже лежит, можно сказать. Любуюсь захожу. И вообще тут много таких томатов. Я уже говорила, вот это вот, по-моему, не агара, которые прям водопадом свисают. Вот идут, 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 идут до самого конца. Долго, далеко, далеко, далеко. А некоторые вообще до самого потолка. Все, до свидания, будет время. Я обязательно даже не снимаю здесь томаты, чтобы показать вам их во всей красе. Может быть завтра или послезавтра будет время, зайду, обязательно покажу.